Школа будущего. В подмосковном совхозе имени Ленина состоялась праздничная линейка в школе номер 548. Учебное заведение открыло двери для учеников уже в 85-й раз. Первое сентября всегда праздник. И несмотря на пасмурную погоду на улице, у нас прекрасное настроение. И хочется, чтобы это настроение продлилось весь учебный год. Несмотря на какие невзгоды, несмотря на какие-то пандемии, эпидемии, мы очень хотим, чтобы дети приходили в школу, чтобы так было всегда. С праздником! Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин поздравил школьников с началом учебного года. По его словам, первое сентября – это праздник не только для учеников, но и для их родителей. Мы хотим, чтобы жизнь наших детей была счастливой. Мы точно знаем, что в совхозе имени Ленина, в школе, которую мы сегодня видим, дети счастливы. Они очень хотят идти в эту школу. И мы должны все сделать для того, чтобы дети всегда хотели идти в школу, а потом после школы всегда хотели идти домой. Вот в этом будущее нашей страны. Поэтому спасибо всем, кто празднует сегодня этот праздник. Вместе с нами, вместе с родителями, вместе с детьми. Мы счастливы в том, что у нас есть такая школа. Надеюсь, что во всей России будут такие же школы. Традиционная линейка завершилась запуском макета «Ракеты». В школе уже пять лет успешно работает инженерный корпус. Три, два, три! И на лодочке! На праздничном концерте выступили ученики средних и старших классов школы. Моя родная, 548-я, и двери открывая, напомни на пути, что много на планете, всегда двоим и дети. Павел Грудинин поздравил всех учеников с началом учебного года. Директор совхоза имени Ленина пожелал школьникам успехов и заявил, что народное предприятие и дальше будет поддерживать учебное заведение. Я хочу пожелать вам, чтобы вы знали точно, что вы для нас самые главные люди. Не только сегодня, а вообще всегда. И мы очень хотим, чтобы вы были красивыми, умными. Очень хотим, чтобы мы вами гордились. Действительно, школа 548 сделала так, что мы гордимся, ну в том числе и она, потому что мы гордимся своей малой родиной, совхозом имени Ленина. Потому что все-таки самые лучшие, самые прекрасные дни мы прожили здесь. И будем еще много-много добрых и хороших дел делать на благо совхоза Ленина. И мы хотим, чтобы вы были действительно достойными нашего высокого звания территория социального оптимизма. Лучшее в Европе школа, детские сады, доступное жилье. Всего этого совхоз имени Ленина смог добиться благодаря социально ориентированной политике народного предприятия. Здесь вкладываются огромные средства в развитие поселка. Но власть не замечает очевидные успехи совхоза имени Ленина. Уже многие годы на народные предприятия совершают атаки рейдеры. В конце июля этого года Центр избирком отказал Павлу Грудинину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ. В Компартии считают, что таким образом власть убирает сильных политических оппонентов. Борьба за восстановление Павла Грудинина в списке кандидатов от КПРФ продолжается.